Дорогие друзья, это Дмитрий Гассин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино. Говорит и показывает вопадом. И сегодня речь пойдет о потрясающей совершенно книге «Вызовите акушерку». Дженнифер Уорф. Это подлинная история из тенда 1950-х годов. Нет никакого сомнения, что наши с вами бытования, наши обычаи, нашу ежедневную жизнь будут изучать антропологи будущего, как мы сейчас копаемся в быте и нравах какого-нибудь туземного племени в далекой Амазонии, сохранившего обычаи практически каменного века. И когда они будут все это изучать, они будут потрясены тем, как до смешного просто устроено было жестокое наше время. Мы, собственно говоря, живем, страдаем, любим друг друга, умираем в условиях, которые, ну скажем так, определены жесткими социально-экономическими рамками. И о каких бы там ни рассуждали люди о прорывах человеческого духа, о каких-либо социальных лифтах ни рассуждали политики, экономисты и так далее, на самом деле мы все вот своей средой мотивированы и детерминированы очень сильно. И вот как раз о такой среде, со всеми ее прелестями и со всей ее, на самом деле, какой-то такой подкупающей чистотой. Потому что эти люди, загнанные работой до седьмого, до восьмого пота, понимаете, эти люди, которые жили по нашим современным понятиям, понятиям поколения довольно сытого, довольно обеспеченного. Война осталась далеко позади, больше полувека прошло, да. Значит, я имею в виду, конечно, тех, у кого все благополучно, кто может себе позволить вот так вот на досуге спокойно посмотреть какой-нибудь видеоролик, посвященный современной литературе, да. Вот у этих людей была совершенно другая жизнь. И они, по нашим понятиям, жили в совершенно скотских условиях. Но при этом какая-то естественная чистота и какое-то такое благородство потрясающее сохранялось. Хотя, конечно, это было благородство, придуманное нами. Не может быть, нет ничего благородного в страдании, как нет ничего благородного в антисанитарии, да. Так вот, этот эстент, это портовый район. Вся жизнь сосредоточена вокруг портовой работы, да. И когда прибывают корабли, по 12, по 14, по 16 часов в сутки, все мужчины, начиная с подростков до глубокой старости, пока ноги держат, что называется, трудятся, разгружая, загружая, обслуживая эти корабли. Все вокруг этого сосредоточено. Остальное это гетто, классическая модель гетто, да. Выхода нету, ну, потому что практически нету возможности получить другую работу, другое образование, сменить образ жизни. Семьи переезжают из поколения в поколение в пределах одного квартала, да, меняя место жительства. Все друг друга знают, все замкнуто. И вот эта вот замкнутость оборождает огромное количество связей между семьями, надсоциальных таких, да, которые, вот, собственно, эту дисциплину и держат. Хотя там, в этом эстенде, вот, главная героиня, переходим, значит, в сути рассказа, она работает акушеркой. Она сама ужасается тому, как она выбрала эту профессию. Поскольку нам-то кажется, что там на Западе вроде как получше с этим делом было. А там была беспросветная муть в 19 веке. И, собственно говоря, в 20 веке от викторианской эпохи осталось очень много всего. А викторианство, прежде всего, было страшное время. Вот, и не надо думать, что все эти диккенсовские ужасы, в соседнем доме окна желтые по вечерам, по вечерам звучат задумчивые болты, да, значит, подходят люди к воротам. Вот эти вот блоковские люди, которые, значит, с мешками на спине ночью работают до глубокой ночи, да, это все не выдумка. Это все действительно так и есть. Оно и сейчас в мире есть, просто далеко от нас с вами благополучно живущих, значит, в комфортных условиях. А тогда это было вот, и как бы весь мир, со всеми его достижениями, со всей наукой, со всеми ремеслами, со всеми вот технологиями, совершенно ничего для них не значило. Потому что не существовало нормальных противозачаточных средств. Как следствие, до 15 детей в семье, детская смертность такая, что мама не горюй, то есть у нас в деревнях, в Российской империи дореволюционная была ниже детская смертность, чем там, да, вот, страшная совершенно повальная эпидемиологическая ситуация, потому что, вот, ну, просто невозможно было с этим бороться, в такой скученности, да. Многие поколения жили в одной квартире, в нескольких, там, в двух комнатенках, разновозрастные дети спали в повалку, там, укрытые одним оделом, да. Значит, соответственно, какая уж тут санитария, какие уж тут... Туалет во дворе считался большим благом и удобством, потому что туалет во дворе очень сильно отличается от ведра в коридоре, понимаете, вот, по комфортабельности. О том, чтобы горячая вода была в каждой квартире, ну, об этом даже говорить нечего. Вот в таких условиях она работала акушеркой. И надо сказать то, что я забыл сказать в самом начале, эта книга, конечно, не предназначена для чтения юными читателями, потому что здесь описываются истории трагичные, истории очень неприятные, и истории трагичные не в силу судьбы, которая, вот, преследует персонажей, да, а в силу того, что люди так устроили свою жизнь. В этих районах, которые были полны, конечно, беспробудного пьянства по выходным, потому что никакого другого развлечения и отдыха они не знали, да, страшного совершенно унижения задавленных, забитых работой женщин. По ножовщине, всякой грязи, которая в темных переулках копилась, да. Вот, тем не менее, в этом районе, в Эстенде, акушерка могла спокойно входить в любой дом, глубокой ночью, без освещения. Акушерку не тронет никто, пальцем даже. К ним относились как к святым. Но одновременно и поговорить с ними никто, кроме женщин, рожениц, не мог. Потому что этот ареал не давал, собственно говоря, близко познакомиться, как бы пойти на близкий контакт. Это как знаменитый английский классик, да, писательница, которая говорила, что она не знает, о чем разговаривает мужчина, оставаясь наедине. Она ни разу в жизни не подслушивала такого разговора. Не доводилось ей оставаться наедине с мужчинами, да. Вот. Так и здесь. И вот этот быт, этот опыт, а здесь описаны и роды, и сложные жизненные ситуации. Здесь описана, ну, например, потрясающая история Мэри. История Мэри наивна до глупости, да, или глупа до наивности, неважно. Но она действительно довольно чистый человек, несмотря на то, что детство ее было испорчено. Хахалем ее мачери, да, со всеми вытекающими, да. Без подробностей просто упоминается. И вот, когда она наконец встретила человека своей мечты, да, это оказался, конечно, подонок, который просто заманил ее натурально в публичный дом. Вот здесь такая какая-то безыскусность, такая безысходность одновременно в этих историях. Здесь описывается, как эти люди умирали, и что ничего нельзя было сделать, да. Потому что, ну, здесь описывается огромное совершенно, я бы сказал, просто, от которой содрогаешься, огромное невежество, которое вот у многих людей было. Потому что предрассудки их настолько капитальны и злокачественны, что я не знаю, сколько поколений должно было пройти. Вот. Но вот мы же сейчас живем в совсем другом мире, да. Мы же понимаем, как быстро все изменилось. Произошло несколько кардинальных социальных явлений, да. Во-первых, изменилась, скажем так, роль женщины. Полностью поменялась ее роль, место в обществе. Значит, и от самоубийственных порывов суфражисток, да, мы сейчас доросли до общества, в котором все-таки равенство полов – это норма, скорее, да. Я надеюсь, по крайней мере, на это. Вот. Значит, соответственно, медицина выросла в разы, на несколько порядков стало больше. Хотя я считаю, что возмутительно мало сделано для того, чтобы человек менее мучился при рождении. Вот. Это касается и матери, и младенца. Более был защищен от болезней, самые нежные свои месяцы и годы жизни, да. И жил подольше, и меньше болел на протяжении всего остального. То есть, как бы, вот это парадокс человеческого мысления. Мы занимаемся черт знает чем, но не можем сосредоточиться на одной из важнейших задач человечества. Ну, ладно. Значит, чем все-таки подкупает книга Дженнифера Уорф? Я не смотрел фильмы, сразу скажу, по этой книге. Да, честно говоря, фильмы не нужен. Здесь есть. Во-первых, она подкупает правдивостью материала. Чувствуется, что это написано по уже остывшим, негорячим, но очень-очень еще свежим следам собственной биографии. Во-вторых, она предельно честная, эта книга. Она показывает и то, чтобы было хорошего, доброго в этих портовых людях, и то, чтобы в них было совершенно чудовищного, да, потому что этот эстент, это все-таки была Клоака, и тут никуда не денешься, да. Значит, это не социальное дно, не надо путать. Это не какой-нибудь вочреве Парижа, да, это не социальное дно. Нет, эти люди были обеспечены работой, жильем. Просто их условия жизни, качество их жизни, оно, мягко говоря, резко отличается от наших. И вот на этой, постоянно балансируешь на этой разнице, когда читаешь, чувствуешь, ощущаешь эту разницу, когда читаешь книгу, да. Уорф подкупает еще тем, что она очень здорово описывает собственную работу. Это дано только человеку, это особое призвание, не просто справляться со своей работой, да, но еще и описывать ее так, чтобы читатель понимал, что это за труд, что это за подвиг, как все это происходит, да. Вот. Еще мне понравилось ее повествование, то, что она относится без высокомерия к своим персонажам. Она действительно сострадает этим, им, хотя слезу у читателя выбить совершенно не желает. Ни когда там дети умирают, ни когда там матери молодые умирают, ни когда там гибнут, потонув в этом мире, значит, в Житейском море, эти портовые рабочие, да. А запутаться и попасть под нож, попасть под несчастный случай, умереть из-за алкоголизма, это совершенно нормой являлось, да, вот в этой жизни. Стал ли наш мир лучше? Вот такая книга убеждает, что стал. Намного ли? Это, к сожалению, не намного, потому что многие из тех проблем, которые были решены, никто еще ни о какой анестезии не слышал и так далее. Почитайте. Здесь очень много, особенно это полезно почитать многим современным мужчинам, я считаю. Почему? Потому что, дорогие мои, помимо правды нашей с вами, которая всегда базируется только на силе, мужчина это сила, другого быть не может. Вот. А существует еще и другая правда, правда жизни. И вот в этой правде есть то, что делает нас с вами людьми, а не просто очень сильными, скажем так, доминантными самцами, да. Это совершенно разная вещь. И вот Дженнифер Уорф, каким-то образом рассказывая о давно прошедшей эпохе в конкретном районе Ист-Энда, да, безмерно далеком от российского читателя и от нашей с вами жизни сегодняшней, да, каким-то образом она показала эту разницу. Показала то, что делает нас людьми, несмотря на то, что мы рождаемся в муках как животные, проводим большую часть своей жизни бессознательно, зарабатывая себе на кусок хлеба, да, значит, пытаясь выжить в этом уже, в этих социальных уже джунглях, да, созданных уже внутри человеческого общества. Ну, вот. И точно так же уходим, не оставя по себе практически ничего. Вот что-то все-таки остается и что-то все-таки выше этого. «Вызовите акушерку» – это книга, в которой очень много надежды. Это меня все-таки радует. И, конечно, эта книга задела меня заживую, потому что, собственно говоря, мы очень закрываемся от многих впечатлений, предпочитаем не думать о том, что с нами происходит, да, какие нас опасности могут преследовать. Вот. А акушерка – это та профессия, которая нужна абсолютно везде, всегда, всем. И это та профессия, которая должна призвана спасти нас от опасностей, от которых не избавлен ни один, даже самый богатый, властный, талантливый, умный человек в этом мире, будь он мужчина или женщина, потому что женщине предстоит родить ребенка, а мужчине предстоит принять все, что это принесет, да, включая возможную гибель. Это бывает не менее тяжело, и там описано мучение отцов, как юных, да, так и уже повидавших жизнь. Собственно говоря, акушерка-то все это наблюдает со стороны, и ей, и одновременно в процессе, да, и она-то подмечает, как все это происходит. Вот такая подлинная история. Это бестселлер, и я считаю, что совершенно заслуженно. Читайте Дженнипер Уорф, вызовите акушерку.